всем привет ребятки сегодня давайте сделаем тест under 95 можно получить сейчас из события лиги европы boost нормальные дальние удары посмотрим как он играет вот симуляция на идет принципе я делаю все правильно даже бьют там на максимальный выверт но ну решает игра что я пульного вратаря почему пульного по вратаря по совершенно практически не прыгают он прыгает потому что у него там рост небольшой то есть если был бы высокий наверно просто мяч в руки ловил мне так кажется так идет эта симуляция с точки зрения того что иногда ты пуляешь во вратарях у делаешь все правильно иногда ты пуляешь мимо него и он не может допрыгнуть либо вообще не прыгает но опять же там от некоторых стат это зависит а иногда просто симуляцию вот как было показано по ван деру дам я немного отступил но тем не менее с кем его будем сравнивать то что он 95 то что у него там показатели неплохие это факт я бы хотел его сравнить с карсона знаете в чем прикол если сравнить его с карсоном да на другом фланге левый вингер в его показателях то есть у этого показатели владение мечом дриблинг 100 и ловкость там 117 ну по крайней мере так как я им играл у карсона были показатели владения мечом тоже 100 ловкость 120 и вернее владение 90 ловкость 120 и дриблинг 100 показатели 3 идентичные что вы понимали но он дер играет на голову слабее чем карсон в плане финта и это связано только с ловкостью там есть еще кто-то считает сумму показателей да у ундера показатели дриблинга который называется ловкость все суммировать 107 у карсона 104 но карсон играет на голову лучше с точки зрения финта просто многие мне под видео там кидает там общие статы там вратарей посмотри мол мол этот лучший ребят почему вы кидаете и смотрите на шелуху есть ключевые статы в игре который отвечает за поведение игроков другие все не важны вот и все вот на примере он дэра и карсона видно очень хорошо как один игрок играет лучше другого хоть по версия sports должны решать три показателя владение дриблинг ловкость но одна ловкость карсона перевешивает все другие показатели ундера почему именно так потому что там есть какие-то ключевые показатели защитниками потому что у карсона она именно там на 2 порядка выше там чем у центральных защитников сейчас еще по он деру да у него финт вот этот второй не самый лучший реально не самый лучший потому что он подходит для равной игры когда проходить по флангу если здесь же ты уходишь от ворот как правило когда делаешь его дополнительный финт 360 до нормальном его еще чуть надо раскачать чтобы ловкость было 120 и тогда будет неплохо но проблема в том что флип-флап все-таки сланга лучше заходит в этом кажется главный минус ундера что нету флип-флапа потому что сейчас флип-флап сланга просто великолепно заходит у него нет этого еще какой прикол ундера он мяч достаточно далеко на ускорении может отпускать принимает его чуть дальше и крутит он неплохо вот крутит он неплохо в целом игрок очень неплохой один из лучших пп по цене качества который сейчас есть минусы я вам сказал плюсы это стоимость относительно овра это нормальный буст лонгшоты и это там линк премьер лига почему нет в этом плане он хорош другое дело что обещает какого-то другого пп ну будем смотреть в любом случае он дэр сейчас один из лучших по цене качества правых полузащитников пока а